Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. И мое традиционное напоминание в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где на ежедневной основе мы публикуем огромное количество аналитического контента в дополнение к тому, который размещаем на нашем канале на ютюбе. Ну что ж, сегодняшний день это день заседаний центральных банков. Резервный банк Новой Зеландии уже отстрелялся и ранее, как вы помните, в начале недели мы решили несколько разбавить нашу торговую активность традиционными финансовыми активами риском валютного рынка, то есть теми инструментами, которые в обычное время рассматриваем редко. Так вот, у нас в арсенале с начала недели был новозеландский доллар и канадский. И, как вы помните, в обоих случаях я рекомендовал вам присмотреться к покупкам и первого и второго, потому что у нас на повестке соответствующее заседание центральных банков и потенциальные решения, которые могут предполагать ужесточение денежно-кредитной политики. Потому что и Банк Канады, и Резервный банк Новой Зеландии остаются пока на передовой вот этих проактивных действий, которые связаны с постепенным отказом от прежних стимулирующих мер поддержки экономики к ужесточению монетарного режима. Ожидания оправдались, друзья, потому что Резервный банк Новой Зеландии действительно скорректировал программу количественного смягчения и дал четкую установку того, что точно так же в таком же ключе он будет действовать и дальше. Первая реакция новозеландца это значительный рост, значительный рост для этой валютной пары, я считаю, что там больше 50 пунктов, потому что она обычно не показывает мощную динамику даже на каких-то стоящих фундаментальных событиях. Мы ожидали, что пара Новозеландец против доллара улетит выше отметки 0,70 и локальный максимум был повыше, там даже на отметке 1, точнее 0,78, 0,7020. Сейчас котировки 0,70, 0,8, локально корректируемся, но я думаю, друзья, что то восходящее движение, которое мы видели, это только лишь начало. Нужно держать установку, сохранять свой бычий взгляд в отношении новозеландцев, потому что при такой поддержке монетарного режима, факта ужесточения политики, новозеландский доллар в средней срочной перспективе уже будет претендовать на движение выше отметки 0,72. Далее у нас на повестке экономического календаря заседание Банка Канады в 17.00 в московском времени. Пара доллар-канадец сейчас котируется на отметке 1,2508. Здесь шорт, потому что мы ставим на укрепление курса канадского доллара. И, в принципе, ожидания точно такие же, что Банк Канады будет оперировать к прогрессу в основных секторах национальной экономики особенно. Я думаю, что Банк Канады не упустит возможности попеть дифирамбы лично себе за счет того прогресса, который был показан именно в отношении канадского рынка труда. Данные по рынку труда Канады мы разбирали неделю назад. Кому интересно, можете посмотреть по содержанию экономического календаря, сколько было создано новых рабочих мест и насколько сильно снизился уровень безработицы. На таком макроэкономическом бэкграунде, я думаю, что Банк Канады может также отложиться и пойти на еще один шаг по ужесточению политики. Свернув, сократив программу количественного смягчения с 3 миллиардов канадских долларов в неделю до 2 миллиардов. Это моя субъективная позиция. Я думаю, что такое решение и будет принято. Что касается процентной ставки, то здесь, конечно же, пока что никаких изменений не предвидится, потому что так работают макроэкономические тенденции и так проводится политика, что сначала полностью сворачивается программа количественного смягчения и только после этого начинают принимать решения относительно изменения процентной ставки. Если ожидания оправдаются, друзья, и действительно Банк Канады сегодня так и поступит, то канадский доллар укрепится, я думаю, больше, чем на фигуру. И под конец дня мы сможем с вами наблюдать котировки в районе 1.24 или даже пониже. Далее идем по экономическому календарю. В 17.30 выйдут данные по запасам нефти в США, руководствуясь опытом статистики от американского института нефти, обычно коррелирующий с отчетом по официальным отчетам от Минэнерго. Я думаю, что сегодня запасы и нефти, и бензина покажут снижение. И это будет позитивным фактором для котировок нефти. Нефть, кстати, сейчас продолжает восстанавливаться, как мы ожидали в целом. 76,22. Это при том, что рынок остается еще в состоянии неопределенности, связанной с теми решениями, которые потенциально далее могут быть приняты странами ОПЕК+. Мне тоже очень интересно дождаться все-таки новостей относительно того, удалось ли договориться с Саудовской Аравией и Объединенным Арабским Эмиратом. Но я ранее уже отмечал, друзья, то, что я сторонник того, что диалог все-таки будет продолжен, потому что в нем заинтересованы все. Поэтому какой-то компромисс по уровню нефтедобычи с августа будет принят. Этот компромисс в моем субъективном, опять же, предположении будет находиться в диапазоне от 400 до 500 тысяч баррелей в сутки дополнительного производства всеми участниками энергетического пакта. Запасы от Американского института нефти по их оценке снизились. Нефти на 4,1 миллиона, бензина на полтора. Если такая же статистика будет представлена и официальным источником администрации энергетической информации, то цены на нефть легко смогут сохранить восходящее движение и протестировать 77 долларов за баррель. Вчерашний доклад Международного Агентства еще раз напомнил нам, что рынок остается в состоянии дефицита, объем которого сейчас составляет 1,4 миллиона баррелей. И в конце концов, при ожидании того, что мировая экономика продолжит расти к концу этого года, дефицит без соответствующего роста предложений со стороны страны ОПЕК+, может достичь даже 3 миллионов баррелей в сутки. Друзья, делайте выводы из этого. Я думаю, что они предсказуемы, однозначны. Пока что можно ставить на дальнейшее восходящее движение. Индекс американской валюты 92.71, данные по инфляции, которые вышли вчера, оказались выше, чем ожидали эксперты. И основная оценка инфляции, базовый индекс потребительских цен на многолетних максимумах, базовый хай с 1991 года, отчет по инфляции. Основной индекс потребительских цен максимум с 2008 года. Но индекс доллара отреагировал ростом. Опять же, почему? Потому что высокая инфляция – это еще один шаг потенциальных изменений Федрезерва, которые могут последовать как реакция на такой отчет. И снова хочется задать вопрос. Неужели все забыли то, что ранее было сказано руководством американского регулятора, что текущий рост инфляции – это нормальный? И ранее ожидалось, что инфляция вырастет из-за влияния сезонных факторов. Я надеюсь, что рынок просто забыл то, что было сказано Федрезервом. Но сегодня всех на землю снова вернет председатель ФРС Жером Паул, который будет выступать в Конгрессе. Он точно отчитается, конечно же, о последних шести месяцах проделанной работы и будет комментировать перспективы денежно-корректной политики с учетом ввода, в том числе и последнего роста инфляции. Я думаю, что он снова сделает акцент на то, что дальнейшие изменения и ужесточения политики являются преждевременными, потому что основным индикатором для действий ФРС остается прогресс на рынке труда, который пока что, пусть и прогрессирует, но не достиг этот сектор американской экономики еще тех уровней, после которых ФРС может начать действовать. Поэтому я, как и ранее, оставляю в своем портфеле короткую позицию по индексу доллара, но при этом продолжаю работать с другими инструментами. Золото вверх, 1813 растет, как мы предполагали, американский фондовый рынок в очередной раз обновил исторический максимум и обидно, что по NASDAQ мы не коснулись вчера 15 тысяч пунктов, потому что хайп был 14993 пунктов. Друзья, у меня прям руки чесались, я готов был уже зафиксировать позицию, но не стал фиксировать, потому что 15 тысяч еще нет. Жду S&P на 4500 и NASDAQ на круглой отметке в 15 тысяч. На этом, собственно, все. Спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok